Здравствуйте, уважаемые участники. Спасибо, что уделили время. Сейчас мы знаем, в связи с последней ситуацией, в связи с объявлением чрезвычайного положения у нас в стране, у нас много вопросов возникает между работниками и работодателями. Конечно, в обычное время у нас таких вопросов очень много, но в связи с коронавирусом COVID-19 этот вопрос стал актуальным очень. Поэтому сейчас в нашу компанию обращается очень много клиентов именно с вопросами трудового права. Во-первых, хочу вам рассказать о том, что любой работник, который работает в компании, у них бывают трудовые отношения. То есть, когда компания нанимает работника, у них возникают трудовые отношения. И эти отношения регулируются трудовым кодексом. У нас сейчас есть так называемые работники, которые работают на себя, например, домашние работники и так далее. У них совсем другое правоотношение, то есть их правоотношение регулируется гражданским кодексом, гражданским правом. Начну именно касательно трудовых отношений. Это между работником и работодателем, то есть это между одной компанией и работником. По трудовому кодексу, по общему правилу, компания вправе изменить условия труда. Под изменением условий труда могу привести пример. Это, например, снижение заработной платы. То есть компания согласно трудовому кодексу направляет уведомление. В уведомлении он описывает то, что собирается изменить условия труда. Работник вправе согласиться или отказаться касательно изменения труда. Если работник соглашается, то получается, изменяется условия труда. Если работник отказывается, то они продолжают работать, как они работали ранее. Однако это все касается общего правила. Но в связи с COVID-19 у многих компаний сейчас возникли экономические проблемы. Поэтому, по сути, многие компании имеют право в одноустроенном порядке изменить условия труда. То есть изменение, ухудшение экономической ситуации в компании является законным основанием изменения условий труда в одноустроенном порядке. Например, если компания работает в сфере услуг, если в связи с коронавирусом ухудшается экономическое состояние компании, компания не сможет продавать свои услуги или не сможет производить какие-то товары и продавать свои товары. Соответственно, у компании происходит убыток, у компании не дополняется бюджет, и компания не в состоянии оплатить ту заработную плату, которую они раньше платили. И поэтому компания изменяет условия труда. Для тем, как изменить условия труда, компания, соответственно, по закону управляет уведомления работнику. Уведомления расписывают на основании чего изменяются условия труда и именно что изменяется. Именно какие условия изменяются. Например, снижение заработной платы на 20%. В таком же случае работник должен, то есть вправе, опять же, по трудовому кодексу, вправе принимать такие условия, вправе отказать от таких условий. Но здесь принципиальное различие, принципиальный нюанс между первым случаем, который я уже говорил, когда есть общее основание изменения условия труда и изменения труда во время ухудшения экономической ситуации компании, работник, если отказывается принять условия труда, то работника могут уволить, потому что компания имеет на это право основания. Потому что у компании действительно ухудшилась экономическая ситуация, и компания не в состоянии платить, например, 100% на заработную плату. Резюмируя это, могу сказать, что при обычных обстоятельствах изменения условия труда, работникам и работодателям происходит по согласованию сторон. То есть при обычных обстоятельствах, когда нет, например, режима ЧП, то есть компания зарабатывает нормальные деньги, экономическая ситуация у компании неплохая, тогда работник вправе отказать или принять изменения условия труда. И поэтому даже если работник откажется изменения условия труда, он продолжает работать. Но принципиальная разница в том, что если у компании, то есть ухудшается экономическое состояние, и компания скажет, давайте поменяем условия труда, если работник не соглашается, то в таком случае компания вправе расстроить трудовой договор с работником. Теперь я перехожу ко второму вопросу. Сейчас мы, я сейчас рассказал те вопросы, когда компания находит все-таки какие-то пути решения, лавирует между своим работниками и просто снижает заработную плату, например. Но бывают случаи похуже. Например, некоторые компании у них останавливается полностью производство, они недополучают деньги или вообще недополучают деньги, на что рассчитывали. В таком случае компания принимает решение, к сожалению, сокращать численность штата. Но сейчас это более юридически теряемен, на бытовом языке, увольнение работников или массовое увольнение работников. В таком случае здесь процедура более сложная. То есть компания перед тем, как уволить своих работников, то есть сократить численность штата, должна уведомить, есть уполномочный орган инспекция труда в каждом регионе, то есть уведомить инспекцию труда. Затем второе – это уведомить работника или представителя работника, о том, что он собирается сократить численность штата. Затем после уведомления инспекции труда в течение месяца принять и сделать приказ об увольнении работников, то есть сокращении численности штата. В таком случае, опять же, здесь применяются основания, по которым компания в принципе вправе сократить численность работников, потому что у компании экономическое состояние ухудшается. В Довом кодексе это является одним из оснований, то есть это является законным. Ну, теперь перейдем, наверное, к главному вопросу. Какие права у работника? Мы знаем, да, если есть законные основания, компания имеет право уволить работника или изменить условия труда. Но у нас бывает очень много случаев, когда работника увольняют незаконно, без оснований, которые подсмотрены Довым кодексом. Конечно же, работник, если считает и видит то, что явно нарушены его права, работник должен обратиться в согласительную комиссию. Хочу отметить то, что в каждой организации должна быть согласительная комиссия. Это постоянно действующий орган. Но есть исключения. Например, если эта компания является субъектом малого бизнеса, то у них нет последнего действующего органа. То есть не должно быть по закону. И есть другие организации, например, правоохранительные органы. То есть это органы прокуратуры или, например, департамент полиции. У них согласительной комиссии не бывает, помимо того, что их отношение сотрудников и, например, правоохранительных органов регулируется не только в Трудовом кодексе, но и другими законами. Если перейдем к обычной компании, то есть многие наши слушатели, наверное, работают в обычных компаниях, то есть они в правоохранительных органах, и они сперва должны обратиться в согласительную комиссию. Согласительная комиссия должна принять такое заявление. Конечно же, работник в этом заявлении должна указать, какие права его нарушены. Конечно же, работник должен указать конкретные ссылки на статьи, с указанием ссылок на статьи Трудового кодекса, например, или договора между работодателем и работником. После этого согласительная комиссия обязана рассмотреть такое заявление. Там есть сроки, это 15 календарных дней, и должна, то есть согласительная комиссия должна удовлетворить заявление работника или должна отказать. В случае, если откажет удовлетворение, например, согласительная комиссия работнику, у работника есть право обратиться также в Трудовую инспекцию. В каждом регионе, в каждом городе есть этот орган, и работник вправе обратиться в Трудовую инспекцию. Здесь Трудовая инспекция должна принять такое заявление, потому что это будет обязанность Трудовой инспекции. После Трудовая инспекция принимает заявление, например, работника. Потом Трудовая инспекция вносит акт проверки. После того Трудовая инспекция проверяет компанию. И затем вносит акт о результатах проверки. Если какие-то права действительно нарушены у работника, то Трудовая инспекция готовит предписание. Любая компания, то есть работодатель должен выполнять эти предписания, если, например, нарушены права работника. Но, тем не менее, если вы прошли все эти ступени, то есть вы обратились, во-первых, в согласительную комиссию, вы обратились в Трудовую инспекцию, что это все не помогло вам, то есть ваши права не восстановлены, у вас остается суд. Работник праве обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд, где, конечно, должен, опять же, указать всю фактологию, какие права не нарушены, и это заявление подать в суд. После чего суд уже принимает решение уже основываясь на законе. Отдельное спасибо за то, что вы уделили время для того, чтобы прислушать наш видеоурок, который сегодня у нас посвящен именно самой интересной теме на сегодняшний день — это Трудовому законодательству. Многие из вас, наверное, знают, что 4 мая были внесены изменения в Трудовые законодательства, и я предлагаю вам провести небольшой экскурс по внесенным поправкам в Трудовой кодекс именно касаемых прав работников, так как это наиболее актуально на сегодняшний день. Поэтому давайте сразу коротко поговорим об основных моментах. Итак, одним из вопросов, по которому на сегодняшний день внесены изменения в Трудовой кодекс это является прикомандирование работников. Сейчас на практике в основном прикомандирование осуществляется по вертикальной линии аффилированности между юридическими лицами. То есть что это подразумевает под собой? Если, к примеру, вы работаете на местах каких-то, ну, к примеру, вахтовые методы, либо вы работаете в какой-то отдаленной области, либо по территориальности, и, соответственно, компания вас отправляет в вышестоящий орган, прикомандировывает с, соответственно, сохранением за вами вашего рабочего места, вашей должности и заработной платы. Но сейчас ввиду новых изменений предусматривается также и горизонтальное прикомандирование. Это делается для целей обмена опытом между юридическими лицами, что нам дает такого рода прикомандирование. Я вам объясню сейчас. Если работник осуществляет свою деятельность в, ну, возьмем АОА условно, и часть акций данного АО, они принадлежат еще АОА, то, соответственно, сотрудник может быть прикомандирован в АОА на соответствующей позиции. То есть, получается, это будет горизонтальное прикомандирование и в основном, конечно, для обмена опытом, для получения каких-то практических навыков и знаний, которые используются в АОА. Также, ну, как уже, наверное, многим из вас известно, на прикомандированного сотрудника распространяются условия труда, порядок принимающей стороны. Ну и, конечно, если, например, сотрудникам были нарушены какие-то нормы трудовой дисциплины, то принимающая сторона, то есть, в нашем случае, это АОА, в течение трех рабочих дней, со дня, когда были обнаружены какие-либо факты нарушения трудовой дисциплины, уведомляет об этом вашего основного работодателя. Помимо этого, также следует отметить такой очень важный момент, как предотвращение конфликтов на предприятиях. Все мы знаем, что в последнее время иностранная рабочая сила часто провоцирует какие-то конфликты по месту работы, да, и в основном это перетекать в какие-то массовые драки, беспорядки, и в этой связи в трудовом кодексе также предусмотрены следующие новшества. То есть, в первую очередь, на предприятиях, где привлекается иностранная рабочая сила, работодатель обязан создать разные условия труда для работы сотрудников, как местных, так и иностранцев, без какой-либо дискриминации. Соответственно, аналогичная норма будет также отражена в Кодексе об административных правонарушениях, но это уже отдельная тема, о ней мы поговорим позднее, если у вас будут какие-либо вопросы. И что нам дает это новшество? То есть, под пунктом 28, к статье 23 Трудового кодекса, который регламентирует основные права и обязанности работодателя, предусматривается обеспечивать работникам равную оплату за равный труд, а также равные производственно-бытовые условия без какой-либо дискриминации. Что этим хотел сказать законодатель, я думаю, вам уже стало понятно, так как зачастую привлекаемая иностранная рабочая сила, выполняя те же функциональные обязанности, осуществляя ту же работу, на аналогичных позициях с местными казахстанскими рабочими, работниками, получают заработную плату гораздо выше, чем наши сограждане. И в этой связи законодатель предусматривает своего рода уравнение в получении заработной платы и, соответственно, создании условий труда. Но данный пункт, он у нас распространяется практически на все стороны. За исключением, вот здесь очень интересный момент, законодатель не предусмотрел, каким образом будет продлеваться и распространяться данный пункт на сотрудников автономных организаций образования, то есть к автономным организациям образования у нас относятся Назарбаевские интеллектуальные школы, Назарбаев фонд и Назарбаев университет. Скорее всего, это будет какое-то отдельное дополнение, если вы работаете в данных организациях. Кроме этого, следует также, наверное, отметить, что во избежание проявления агрессии в обществе изменения в Трудовом кодексе они регулируют также меры дисциплинарного характера в отношении зачинщиков и инициаторов драк. То есть, если раньше в отношении зачинщиков массовый беспорядок, массовый драк, работодатель был в праве в одностороннем порядке расторгнуть трудовой договор с данным работником, то в настоящее время законодатель ограничил работодателя в данной функции и пока не будет доказана вина сотрудника в том, что он действительно участвовал в массовых беспорядках либо являлся зачинщиком драки, а также умышленно причинял вред здоровью, совершал какие-то насильственные, силовые действия по месту работы, то данный факт обязательно должен быть подтвержден правоохранительными органами и доказан судом. То есть, даже в данном случае будет распространяться презумпция невиновности. И, соответственно, данная норма позволит исключить какую-то субъективную оценку работодателя при расторжении в одностороннем порядке трудового договора. Также здесь следует отметить такой особенный нюанс по факту утраты доверия со стороны работодателя. Трудовым кодексом у нас одним из оснований расторжения трудового договора предусматривается совершение виновных действий. То есть, к примеру, если вы работаете в какой-то организации, отвечаете за товарно-материальные ценности, являетесь каким-то ответственным лицом за финансовые операции, либо работаете в банке и отвечаете за денежные операции, какие-то кассовые переводы. И здесь у нас предусматривается очень интересная редакция, что сотрудник, который использует свое служебное положение в своих интересах, либо в интересах третьего лица, вопреки интересам работодателя, своими действиями, либо бездействиями, приводит к каким-то убыткам работодателя, то в данном случае трудовой договор расторгается в одностороннем порядке с соответствующим уведомлением в адрес работника. Таким образом, я думаю, что законодатель, скорее всего, хотел также распространить практику применения данной нормы среди государственных органов, когда, например, государственные служащие не вправе принимать определенного рода подарки и прочее-прочее, какие-то материальные выгоды и преимущества, то данные нормы также будут распространяться на сотрудников коммерческих организаций и вследствие этого будьте предельно внимательны при совершении каких-либо операций, дабы не подорвать доверие со стороны работодателя, так как это повлечет в дальнейшем расторжение в одностороннем порядке. По условиям труда хотелось бы также немножечко заострить ваше внимание. Здесь введен абсолютно новый пункт 66 прим. 1 к статье 1 Трудового кодекса. Он подразумевает под собой как раз-таки производственно-бытовые условия. Условия труда. Ранее данного пункта вообще в тексте закона не было, и условия труда подразумеваются под собой, это необходимые для работника на рабочем месте для его дальнейшей нормальной деятельности, в том числе для людей, которые занимаются вахтовым методом работы. Ну, соответственно, если вы работаете в офисе, то это должен быть отвечающий всем стандартам пожарной, санитарно-гигиенической безопасности офис, либо, если вы, например, работаете вахтовым методом, вахтовый поселок также должен отвечать каким-то санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также должны быть обеспечены помещения для приема пищи, для работодателя обязан будет это предоставить работнику для дальнейшего нормального осуществления работникам своих функциональных обязанностей. Также осталась буквально пара новшеств. здесь в статье 124 у нас ранее была редакция, что отпуск без сохранения заработной платы предоставляется женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, не достигшим трехлетнего возраста. То есть, это стандартное клише. И здесь законодатель также применил очень интересный, на мой взгляд, подход, так как работники, подлежащие призыву на срочную воинскую службу, то есть, если вы, например, работаете в какой-то коммерческой организации и вам приходит уведомление, повестка из военкомата по поводу того, что вы подлежите призыву, то при наличии повестки вам следует обратиться к работодателю, написать заявление об отпуске без сохранения заработной платы и по истечении срочной воинской службы после ее прохождения вы можете обратно приступить к работе в прежней должности на своем рабочем месте. То есть, вот такой интересный момент был предложен законодателям и на сегодняшний день текст изменений находится в публикации и в печати. Ну, в целом, вот по основным моментам, естественно, это часть часть только, которая наиболее актуальна. Ну, и последний оставшийся момент, это у нас сроки выплаты заработной платы. Это, наверное, самое важное для всех наших слушателей. Срок выплаты заработной платы здесь предусматривается, что заработная плата должна быть перечислена не позже первой декады следующего месяца. То есть, в течение десяти дней, да, с начала месяца вам работодатель обязан перевести вашу заработную плату. Однако, здесь бывают моменты, когда работодатель задерживает заработную плату, да, либо многие сотрудники могут не получать ее месяцами. В данном случае, работе праве истребовать помимо заработной платы, которую он не получал, праве истребовать работодателя и пеню. Пеня у нас рассчитывается в размере 1,25 кратной ставки рефинансирования Национального банка за каждый день просрочки. То есть, объясню, популярно, если вы, например, получаете заработную плату 10 числа и работодатель задерживает вам и выплачивает по факту 20-25, то за период на момент выплаты заработной платы вы вправе взыскать потребовать с работодателя оплатить пеню за срок, который вы пропустили между выплатой заработной платы и фактически когда вы ее получили. Вот такие основные изменения грядут у нас в действующую редакцию. Если у вас будут какие-то вопросы, отмечайте в комментариях, пишите. Спасибо за внимание. Спасибо.